Модекс из Бреста. Они приходят к нам с делегацией. Антон расскажет вам о Google Maps API. Модекс. Пожалуйста. Здравствуйте. Прежде чем начать, я хотел бы узнать, чем вы вставляете карты на свои сайты? Кто-то использует Google Maps API? Есть такие? А кто про него использует? Есть еще остались? А как вы заставляете заказчика менять эту информацию? ТВ-поле дополнительное? А есть такие, кто картинку использует еще до сих пор? Ну просто из дизайна из Photoshop? Нет? Даже, словом Бога, нет. Еще встречаются такие. Я хочу рассказать сегодня про один интересный способ. У меня на одном заказе появилась сложная задача, связанная с Google Maps API и M-фильтра. Мне надо было фильтровать мантры. Но, к сожалению, сам API этого изначально не позволял. И для этого я изначально нашел модуль. Он очень простой, висит давно, давно не обновлялся. Это Google Maps TV. Им очень легко управлять. Вы просто отборите данные, нажимаете «Получить координаты» и получаете карту уже на вашей странице. Вам ничего лишнего написать не надо. Но если мы пойдем дальше, нам необходимо получать API-кей для того, чтобы работать с этим планом. И работать с API-Google. Как получать API-кей, я думаю, все знают. Можно зайти на developer-google.com и здесь вот, вот здесь нажать «Предстарт». И вы попадете на страничку, где вы можете получить API-кей. Но с 16 июня этого года он стал платным. Есть, конечно, хорошая новость, что год вы можете его тестировать бесплатно. И если вы до этого использовали уже API-кей и получали, то вам Google дарит 300 долларов на ваш аккаунт. И вы можете с этими треками потом работать после того, как выйдете с пробного периода. С дополнительным полем все понятно. Как оно создается? Легко мы создаем, просто заходим в наш телеполе, создать телеполе, выбираем новый вид. Карта у нас появляется и мы получаем такое телеполе. А дальше для того, чтобы работать с API-кей, нам необходимо написать наш любимый JS. В JS все просто. Мы просто эмоционализируем карту, кто уже работал с API. Должен это знать. Все примеры можно, кстати, найти на самом сайте Google. Всю документацию можно прямо отсюда копировать. Только менять latitude и longitude, и ваша карта будет работать так вам необходимо. Далее. Нам необходимо создавать инфобаблы. Ну, по крайней мере, у меня так на заказе было. И инфобаблы заказчик хотел кастомные. Сам API не позволяет этого делать. Для этого приходится писать некоторые обходы. Все на том же JavaScript можно найти, как вызывать эти маркеры и что в них выводить. Но то, что вы туда будете выводить, вам необходимо тоже обновлять при помощи получения этого из PDO-ресурса. Я собирал это очень странным способом, если честно. Писал эту ночь, и поэтому я через PDO-ресурс вызывал элементы MS-ProVault. Ну, странное решение. Вот сейчас пока я готовил презентацию, я сам был в шоке от своих решений. Выбираем, собираем все наши данные. И получаем вот такой вот чат вывода нашей информации. Здесь он очень сложный. Первая строка позволяет получить нам латитуду-умгитуду из того самого телеполя, которое мы расстраивали. А вот следующая строка — это все одна строка. Всего две строки в этом чатке. Следующая строка позволяет делать кастомные инфобаблы. То есть я просто в инфобабл. Это проблема API-кей. Вам необходимо передавать лишь одной строкой. Либо плюсовать значение к числам переменной. И мне пришлось писать это в одну строку, тоже ночью. Поэтому тут тоже не совсем стандартное решение, если видно вот контекст кейс сверху через PHX света. Ну, хоть таким костылем, но это все у меня работало. Ну, а так выглядел чат, вот верхний, который получал аттитуду-умгитуду. Вот так вы можете получать значение из того самого модуля, который вы будете использовать. Google Maps D. Далее у меня возникла следующая проблема. Мне удалось все эти данные на карте фильтра. При помощи Twitter. И это все были элементы мини-шопа. Ну, тут довольно сложное описание. И дальше у меня начались тестырии. Кто сталкивался с плагенем mSearch, в нем для того, чтобы получать результаты, необходимо результаты оборачивать в divs, id, mse, bar и zouts. Но, к сожалению, мы это пишем все внутри JS. Поэтому просто так получать HTML мы не можем. Я не знал, что делать. Пробовал разные методы. И потом я вспомнил, что, оказывается, комментарии в JavaScript и в HTML пишутся по-разному. Я прекратил вот такой кассыри. И все заработало отлично. То есть я просто обернул divs в JavaScript комментарии и были его результаты. И они начали работать. Когда я гуглил по этой теме, то есть, ну, я прочитал огромное количество статей по этому API и поработал с модексом. К сожалению, готового решения я не нашел. Только на модекс спрос попнулся с очень-очень старым вопросом, где сказали, что это практически нереально. И вот я поставил себе маленькую цель. И вот таким кастерем я получил. Далее, для того, чтобы работать в фильтра, у меня возникала проблема. В слайдерах, в которых можно изменять цену, площадь, ну и различные наши параметры, они перезапускают React на страницу. То есть перезапускают данные на ней React. И у меня, получается, когда я сдвигал этот слайдер, получалось циклическое обновление. То есть страница повисала в обновлении и не удавала никаких результатов. Чтобы обойти, это я просто разместил кнопки и отключил React. То есть там можно закрепить пару строк в JSON и запустить кнопки. И все у нас будет тоже работать. Но дальше, когда уже вроде бы я это сделал, заказчик был доволен тем, что у него стоят фильтра, все эти точки фильтруются. Одним утром заказчик перелезвонил и сказал, что он хочет кластеры. Кластеры — это отдельная библиотека Google Maps API, которая позволяет нам выводить вот такие точки. То есть она объединяет ближайшие маркеры и по клипу на этот маркер как-то приближается и разворачивает вам все ваши точки. У меня получилось переключить эти кластеры, но возникла проблема. Потому что событие клика на маркер было занято тем, что разворачиваю такие кластеры. И оно не реагировало на клип. То есть мой инфобабл не мог никак открыться. И тогда я решил слушать события. То есть после того, как я открывал кластеры, я добавил AdListar клип и слушал. Получал свои данные инфа для определенной локации и возвращал маркер. То есть я просто все маркеры перекрывал и получал из них готовые значения. Ну, в принципе, вот так. У меня просто терпит доклад, я переживаю. Просто хотелось с вами поделиться тем, на что я убил неделю, практически бессонно. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Я с Google Maps API последние полгода очень плотно работаю и практически весело перечитал. А какой тематике проект реализуется? Проект. Ваня, можно я открыть? Да, сейчас. Да. Может, на этот парень? Есть, есть. 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 Тематика этого сайта была «Свободная экономическая зона» в Бресте, и они предоставляют свои свободные площади. То есть сайт был сделан на несколько, по-моему, 8 языковых версий на нем, и надо было, чтобы потенциальный покупатель мог зайти и найти площадь, ну, инвестор мог найти площадь, которая ему необходима. Ну, вот эти кластеры у меня получились, распадающие, и кастомные два бабла через служение событий. А туда внутрь баблов я передавал просто информацию с полей и модекс, то есть поинштайтера, айти и прочее. Вот можно фильтра на фильтра. К сожалению, работаю только с перезагрузкой, потому что яс и мешает это делать. Ну, вот, да, 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 да. Я нашел плагин на Модсторе, Яндекс. У них сложнее было получить данные, потому что там годовало JSON, которое приходилось парсить. Я решил, что проще работать с Google API, подготовое решение с получением института в БТВ. А я думал, у вас какие-то аспекты связаны с тем, что в Украине работает? Нет, на этом сайте, кстати, есть и Яндекс.Карта, она прикручена для другого. То есть там использовалась технология Яндекса в рисовании пиноголиков. То есть тоже рисование свободных зон. Использовалась уже Яндекс.ППР. Но тоже здесь Яндекс переписано, получение модекс полей и получение кастомных блоков. Все, спасибо за внимание на этот вопрос.